Всем привет! С вами снова я, Ведьмак. Мы с вами проходим в дополнение к игре Принц Перси 2008, которая называется Эпилог, которая повествует о том, что произошло, когда Принц возродил Элику и тем самым освободил Риммана. Я уже записал две серии, это третья, и могу сказать, что я несколько разочарован этим дополнением, поскольку сюжетная составляющая в нем еще меньше, чем в оригинале. То есть соотношение сюжета и обычного геймплея, то есть платформера и слэшера, здесь еще меньше. Вдобавок, боевая часть стала, на мой взгляд, хуже, а платформенная стала сложнее, и фактически все дополнение представляет собой, ну как будто бы, знаете, фанатский мод, сделанный с помощью редактора уровней к игре. Я прохожу какой-то уровень. Ну, фактически по сюжету Принц с Эликой бегут от Риммана, периодически встречая заново всех боссов, которые были в игре, там Охотника мы встретили, воина мы встретили, и папаша Элики тут еще шарится. Элика, конечно же, недовольна решением Принца, поскольку она пожертвовала собой, чтобы забереть Риммана, а он на это действие, ну, можно сказать, наплевал. Вот, ну, вроде бы, они пока вместе, пытаются убежать. Сейчас мы должны будем разгадать, что делают эти рычаги. Я не понял, что это дало. Этот стол просто прокрутился, и все. А, ну там какая-то фигурка на верху. Фигурка, кстати, напоминает символ из Принц Перси, The Sense of Time. Не знаю, может быть, как раз в этом и есть смысл. Оф, давайте посмотрим, что это будет. Так, ну это явно слишком близко, да? То есть там наверх уже кольцо. Видимо, нужно вот как-то так все сделать. Но зачем вот это крутится, я не понимаю. Это должно быть куда-то. Никакого смысла в включении столба я пока не вижу. А, вот теперь понятно. Так, ну, давайте пробовать. Крайне мере, похоже, что нас куда-то это все-таки приведет. Так, забрались на цветочки. В общем-то, по сюжету это дополнение пока, ну, в общем, никуда не ушло. То есть мы убегаем от Римана, и все. В принципе, по содержательности это ничем не отличается от концовки оригинальной игры. Принц с Эликой убегают от Римана. Тя. Я надеюсь, что все-таки игра хоть что-нибудь покажет нам. То есть зачем я в это играю, да? Зачем я купил эту игру, это дополнение для приставки PlayStation 3. Ведь на ПК она не выходила. Я хотел узнать, чем все-таки закончилось, раз уж разработчики выпустили это DLC. Так, дверь все еще не открыта. Куда есть механизм должен открыть это. Да, игра, как видите, на английском языке. Поскольку на русском ее не издавали просто-напросто. Интересно, а можно ли... Забрать на тебе фрески. Синие. Это вроде как такой коллективлс в игре. Надо... Интересно. По идее сверху можно спуститься, не знаю. Пока не очень понятно. В чем суть происходящего. Платформенная часть игры стала сложнее. Она стала уже больше напоминать именно The Sense of Time. Своими интересными, ну, сложными загадками какими-то. Что происходящее все-таки... заставляет хоть немного включать мозги. Так, хочу пробовать одну штуку. Пробовать достать эту фреску. Я знаю, что она не нужна в игре, в принципе-то. Но... Коллекционерский зуд мне не позволяет успокоиться. Где еще я не упаду по дороге. Иначе это будет вообще печально. Спасибо! Да, тут вы видите, что происходит, да. Платформенная часть, она стала именно сложнее. То есть больше разных сочетаний различных элементов. Нет, так не получится. Я надеялся, что можно будет подняться вверх с этой плиты. Чтобы добраться до прески. Но, видимо, до них нужно добираться, скользя снизу-вверх. Так, окей-юшки. Окей-юшки. А смогу я допрыгнуть вот до этих зеленых героин, если поднимусь повыше? Нет. Не вариант, похоже. Не вариант. А какой вариант? Ладно. Пробуем по-другому. Стоп. Что у нас тут? Ага. 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 Что мы делаем? Я понятия не имею. Ну, раз можно, значит, давайте сделаем. В этом все игра состоит. Да, находимся мы, географически, так сказать, в каком-то храме, куда принц отнес элику, спасаясь от аримана. Блин. О, кстати, фреска мы взяли. Есть еще вон та фреска, видимо, ее можно взять с помощью допустимый, арчак. С помощью вот этого вот. Кольца, так сказать. Они симметричные, что это получается. Кольца, так сказать, что принц не упал сейчас. Это будет обидно. Ну, в общем, мы взяли фрески. Я не знаю, зачем я это делаю. Их просто можно собирать, и все. Можно не собирать. Как вам больше нравится. Не знаю, в чем смысл. Так, мне пока мы прыгали, пришла в голову мысль. Надо сделать вот так. И теперь надо сделать. Сдвинуть эти две башни, чтобы можно было залезть на столб и запрыгнуть на эти зеленые растения. Мне кажется, это верная будет. Последовательность действий. Видите, мы нужны друг другу. Ну, это понятно было, что одному тут не справиться. Ни елики без принца, ни принца без елики. Так, куда-то мы залезли. Ага, очередной рычаг. В смысле, кольцо, которое что-то делает. А, еще и третий засов есть. Блин, это еще сложнее стало, чем... Мне казалось. Я думал, всего две будет. Последовательность. Так. Ну, есть еще вариант. Вариант раздвинуть сейчас. И там, наверху, на левой башне, я видел кольцо. Вон оно. Есть вариант, что с помощью элики мы можем прыгнуть от столба и достать до этого места. Давай, крути. Это должно нас взять куда-то. Вот так вот, наискосок. Не знаю, получится или нет. По идее, должно. Это пока что. Единственное... Эй! Еще не получается, смотрите. Мешает эта дрянь, которая на ней. Загадка, загадка. Давайте попробуем еще раз. Может быть, я зря элику использовал. И он допрыгнет без нее. Нет, не зря. Точнее, непонятно. Давайте еще раз попробуем. Теперь элику попробуем пораньше чуть-чуть запустить. Не знаю. Пока это единственная мысль, которая мне вот в голову пришла. Нет, не получается. Ну, явно нужно что-то с этим кольцом сделать. Но что? Так. Что если раздвинуть башню? Можем, может, тогда сделать? Нет, не сдвинуть. Наоборот. Попробуем сейчас вот так. Может быть, как раз там хватит расстояние прыжка, чтобы преодолеть эту черную дрянь. Ну да. В общем-то, пока что смысл был понятен, да. Логика пока что нас выручает. Ой! Чуть было, не улетел. Опять это... Как там, я не знаю, как это называется? Сажа в воздухе. Которую нам делал раньше алхимик. Сейчас непонятно, кто делает. Так, мы можем подняться выше? Нет, не можем. Спасибо! Так, ну, в принципе, справились. Достаточно быстро. О, как вы видите, да, вот, то есть, именно платформенная часть, основанная на... головоломках, она стала и сложнее, и интереснее. Это прикольно, на мой взгляд. Жаль, что в оригинальной игре было не так. Поехали. И мы вернулись в самое начало. Ох-ох-ох, повылазили, блин. Где же вы раньше-то были? Вот, и храм, как вы видите, он выходит наружу в какое-то ущелье, что ли? Или каньон? Не знаю. Ну, пойдем дальше. Узнаем, значит, чуть попозже, куда мы сможем попасть отсюда. Так, здесь явно будет бой. Спаси. Крыжки там и сям. Окей. Сейчас опять буду отхватывать, потому что уже подзабыл управление. Папаша Айлики вылез. Ариман ищет вас. Он может искать ее, но он ее не получит. Он ищет тебя. Давай в свое желание. Я хочу, чтобы Ариман сам себя сожрал нахер. Блин. Ну, как я говорил, я... Да я же нажал, но... Вот именно в приставочной версии это проблема с задержками при нажатии клавиш. Да посмотри, а! Я не могу его блокировать вовремя. Что ты делаешь? Прекрати, смолочь такая! Вот это был бред. Вот чистейшего ты бред. Я не понимаю, короче, эта система с КТЕ-шками. Ой, как бы я хотел, чтобы в этом дополнении просто не было ни одного боя. потому что боя это самая слабая часть оригинальной игры была. Так, еще в дополнение она стала хуже. Моляк. Я просто не успеваю вовремя отразить удар. Так, иди сюда, короче, надоел. Почему мне больно? Я не понимаю. Как я ненавижу боевку в этой игре! Как я ее ненавижу! Вы бы знали, а! Просто капец! Сейчас мы тебя замутим комбу. Все, слился. Вот, видите, да? То есть, если я сам начинаю по-честному его дубасить, составлять тебе комбу, все окей. Как только начинаются КТЕ-шки, я отхватываю. Твое время кончается. Отдай себя Ариману. Ты отворачиваешься от удачи? Будешь служить ненастоящему богу, фальшивому. Ты дальше не пройдешь. Ты не пройдешь. Твои дела окончены. Или твоя твоя пастуха совершен. Давай отсюда выбираться. Почему ты не хочешь взять то, что он предлагает? Так ты думаешь обо мне, что я так сделаю? Давай проверим, потому что провалит и было насчет пути дальше. В общем, как вы помните, в конце игры принц срубает священные деревья, выпускает Ариман на свободу и оживляет Элику. Ариман считает, что принц заключил с ним сделку и в обмен на свободу должен заявить свое желание и потом отдать душу Ариману. Вот, ну, принц отказывается от этого. Ему ничего не надо Ариману. Знаешь, я мог взять предложение наложницы или алхимика. Но я пришел сюда не за этим. Мы прошли через многое. Я не хочу это повторять. Ты просто не хочешь видеть то, что перед тобой. Ну, окей. Он торгуется, потому что отчаялся. Эти холмы защищают нас от силы Аримана. Он хочет добраться до нас, прежде чем мы достигнем их. Сказала сама. Он слаб сейчас. И чем дальше мы от него уходим, тем слабее он становится. Пока он не станет сильнее. Это даст нам время. Я не проблема. Я его не освобождал. Ну, хоть тоже оправдываться. Наил. Мы все все поняли. Ты его не освобождал, ты хороший персонаж. Вот. Все такое. О, смотрите-ка. Плиты работают. Странно. Я собирался сказать, что мы, говорит, должны взяться за руки и молиться. Так, окей. Если нет хрома, почему эти плиты работают? Кто знает, что здесь? Может быть, здесь храм, часть этого места. Ты не хочешь признать его. Это ты все это включаешь. Не храм. Короче, принц считает, что Элика... у Элика есть какая-то сила, которая может помочь им победить Аримана. Конечно! Пасть на два обязательно. Вот эта сила дает... Ну, включает вот эти вот плиты. И вообще... Да, ну, прекратишь ты? А, все равно оборчился. Окей. Кстати, первый раз... А, нет, не первый раз, что я говорю. Как-то сказать, что первый раз мы используем плиту Армузда. на самом деле там и красные уже использовали. Просто до этого еще включились какие-то непонятные фиолетовые плиты, которые возвращали назад время. Я так думаю, это небольшое пересечение вселенных, вселенной песков времени и вот этой. Поехали. Дальше. Оп, оп, оп. Окей. Куда мы попали? Какую-то канализацию, судя по трубам. Не знаешь, Дема? Как продвигается наш побег, говорится? Поддумаешь. Еще плита. Ну, окей. Да, игра, как вы видите, стала линейной, то есть дополнение абсолютно линейное. Если в оригинале мы перемещались между разными местами, свободно достаточно, то здесь мы идем только по прямой и не можем вернуться фактически. Кстати, я не проверил, может, карта есть? Так, между делом надо будет посмотреть. Интересно же. Черт, так и знал, что не впишусь. Как раз возможность нет, карта не работает, кнопка select, которую я включала, просто ничего не делает. А было бы интересно, если так была хоть какая-то карта, да? Пусть линейная, но все же. А то мы так идем вслепую. Просто двигаемся куда пошлют. Так, сейчас бы в правильную сторону вырулить и не упасть при этом. Так, 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 куда дальше-то? Ага, окей, мы куда-то добежали. Так, только непонятно куда. Знаете, это мне напоминает чем-то Блайт Таун из Дарк Саус. Отдаленно, конечно, но есть что-то такое. Канализационное, так сказать. Что здесь будет? Ой, быстро но опять вылез воин, да? Который, если его бить, превращается в другого босса. Успел прожать кое-как. Ой, я попытался его поднять, понятное дело, у меня это не вышло. Блин, ну мы так будем долго его вытягивать к краю. Лучше самим подойти. козел. да ты, давай, Элика, давай, ты начнешь комнату. На, с тобой мы знаем, что делать. я уже который раз встречаю этого босса. Уже, по-моему, третий. Единственное, что усложнилось, это то, что кнопку давить надо яростнее. Сейчас он превратится в охотника, я так полагаю. Ну, или в кого-нибудь другого. в общем, ничего нового в охотника. Понятно. Опять я не успел прожать, а. И опять я не успел прожать, замечательно. Сейчас он превратится опять в воина, и я проиграю. Козел. Козел. Кое-как успел, Да, да, да. Лупы, я знаю. Ну, почему? Ну, я же снял с него этот баф. Но какого дьявола? Пошел отсюда, в ужасе. Что? Ни хрена подобного. Выкини его, выкини его за орбиту, нафиг. Это самый простой вариант, как убить этого босса. Спихнуть его справа. Неважно, что-то пытаешься, Ареман. Ты нас не остановишь. Сначала ты предлагал мне золото, теперь пытаешься меня убить. Что-то у тебя, говорит, не то. Они все здесь, у нас. Ой-ой-ой. Ой-ой. А что так быстро-то? Ну да, очень быстро он двигаться стал. Я поворачивать не успеваю. Болтунь. могилы горит здесь не наша должен быть мавзолея каменов камена книга king публик короля ахуров они хранили его под землей такая же награда он не хотел быть похоронен в городе он был им было стыдно поэтому они построили скрипту короче склеп это слепу помру сожги меня то мне до этого места страшно мурашки похоже товар очага вас что говорит плодили эти хреновина давай а чё почему бы нет не знаю что мы сделаем сейчас так сделаем сейчас получается мы только можем назад так видимо нам надо не так я с трудом различаю что на тех плитах да не туда но не знаю как лучше выровнять но пусть будет плоская покажет может быть к чему-то приведет попробуем этот рычаг ага ну хорошо это уже что то да да слава армузда и все такое ой блин это было глупо я знаю надо было просто съехать вниз до следующей плиты мы у меня было на это настроена реакция дубль девич на этот раз все получится я надеюсь эта штука не исчезнет короче это гробница какого-то царя ахриманского которому было за что-то стыдно перед народом и он просил похоронить где-нибудь другом вместе так теперь три да вот и чё издеваешься твои мать ну ладно о видимо это чтобы взять ну как спуститься то ли как заставить вот видимо чтобы взять фреску которую я там уже приметил а или нет куда-то это ведет непонятно куда так так ну да а потом попробую в меню игры посмотреть дает ли дают ли эти фрески что-нибудь пока к просто собираем окей мы сразу падаем значит надо что-то сделать с этой стенкой давай помогая лико ну я думаю до конца спустите просто эти две стенки они работают по одиночке судя по всему а третий речек судя по собой прекрати крутить не в ту сторону пожалуйста вот так третий речек судя по всему их поворачивает сейчас проверим давай давай ну да вот почему правильная позиция ведь до рисунок вот этого или знака орнамента барельефа сложился где мы их повернули что можно прыгать куда 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 ну я не виноват он сам пролетел мимо нужного места поэтому немножко не рассчитана механика на это я так думаю да блин ну что я делаю еще раз может говорит шаги были широкие ну как 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 это сделать что за бред он пролетает пустомима засланец ну будем пытаться че делать а че ты падаешь там и я не знаю короче сейчас я чувствую мы не пройдем этот момент просто до конца серии это странно мне кажется а все понял можно прерывать бег по стене нажав правый урок ой долететь бы мы не туда же вернулись не понял как это было говорит что было ну ты умерла и вернулась что там видела я видела свет видела храм подо мной тебя потом ничего и свет просто свет и все все что я могу вспомнить пока ты меня не вернул как я сказал переоцененная у меня примерно такое же отношение к смерти я не понял почему мы вернулись кого хрена спрашивается или не вернулись это просто очень похожее место блин я не понимаю ну что такое почему все неправильно как-то что там внизу мне вот интересно похоже как будто на кучу золота ну да это место похоже да 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 отлично не обязательно каждый раз игру останавливать на этом моменте ну похоже да это место действительно другое похоже на золото дайте мне взять я хочу зовут ее принципе безразлично отношусь и чё опять ну как-то блин ребята вы повторяетесь ну как-то блин ребята вы повторяетесь слишком однообразно уже стало хотя не всего лишь второй раз повторяет но тем не менее просто абсолютно идентичный балкончик чем они руководствовались спрашивается он поехали на фиолетовой плите посмотрим куда это все приведет нас надеюсь не впасть к хриману хотя с другой стороны пошел раз когда мы прилетели в пасти к хриману элика его убила а опять я не то сделал ладно у меня рефлекс ну я действительно не могу понять чем отличается вот это вот сейчас последовательность платформерная от предыдущей так обычно главное не упасть а продолжать так надеюсь стенка не исчезнет пока мы по ней катимся это будет печально ага спустились ниже ну-ка ну-ка не это камни там золотое тело помните да когда золото превращалось черепки ну-ка опять ты знаешь что ждет тебя элика всю твою жизнь ты знала что случится что ариман однажды освободиться как вы надоели за своим кутыешками ну реально хватит не пошел не 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 да на этими а бить свою дочь ты заслужил нет на тебя вкарен на пыль ну тек 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 да бейте свои щупальца а засрать ес да давай так давай 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 ушел ты умрешь здесь в темноте и ты никогда не увидишь света вы все время говорите о силе вам всегда убегаете мы отсюда выберемся выберемся отсюда быстрее чем он вернется прежде чем он вернется фух ну как видите этот бой у меня прошел достаточно хорошо потому что в нем практически не было кутейш я просто долбил его двумя комбами и все фух этот король как они сражались с ариманом в прошлый раз их оттеснили и почти уничтожили прежде чем армуз к ней присоединился они взяли силу армуза чтобы победить аримана но практически сами уничтожили себя но они сражались слушай ты все это сотворил и ты веришь что я смогу спасти тебя от нее здесь нет простых ответов мы можем пока что оставаться в живых но это не поможет победить аримана он все равно поубивает всех кто ему против стоит знаешь что ариман сделал когда ты умерла он стонал он был счастлив а наоборот он был не был пуган он знал что он когда-нибудь убежит теперь поэтому он знает что потому что он первым поэтому загонится тут я уже заговариваюсь тогда он боится ничего мы можем убегать добывать свет но тему нельзя уничтожить ты горит ошибаешься так быстро говорят что я просто не успел понимать это переводить я все-таки не синхронный переводчик никогда не учился ладно я думал то я оставил все позади и чтобы не заболеть смещен что такое в том чтобы быть поглощенным богом и видеть как люди возвращаются к жизни заставляет меня верить в тебя я не знаю почему ты к мне веришь да хватит уже разговаривать ты все-таки не можешь признать что ты не права я не знаю о чем ты говоришь если этот король мог сражаться то почему не может и он не сражался он убежал так же как и все остальные пока Армуз не присоединился к ним значит надо гриб послать весточку Армузду ты думаешь что делали охуя все эти тысячи лет куча поколений мы звали к нему но ничего не произошло поэтому наша вера пошатнулась и город превратился в пыль твоя вера не пошатнулась и твои силы по прежнему остаются если они идут к Армузду значит с ним как-то связано ты не имел права меня возвращать к жизни а ты, говорит, не имела права отдавать свою жизнь даже не сказав мне у нас была всего одна возможность запечатать его но теперь она пропала все выговорились ура я устал ну что ж давайте на этом месте завершим серию надо сказать здесь уже было чуть-чуть побольше сюжета я немного приноровился сражаться и приноровился решать головоломки головоломки, кстати, интересные мне нравятся с вами был Ведьмак прохождение DLC к Принцу Перси 2008 который называется Epilogue подписывайтесь, комментируйте, оценивайте приходите еще всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...